Салют подписчикам канала AtomAseo и случайным зрителям этого видео. Уже много видосов было посвящено теме Android приставок, ну и теме Android TV в целом. Это и настройки, и приложения. В этом видео я хочу рассказать вам об очередном Android TV Box. Это очень крутой Android TV Box, ни много ни мало, от компании HiMedia, модель S500. Приставка из коробки работает на сертифицированном 9-ом Android TV. Это официальная его прошивка, и тем самым мы имеем поддержку всех Google сервисов, ну и сертификатов. И также тут есть Google Ассистент, в том числе приставка поддерживает и Chromecast. Ну и работу с 4K видео. Приставка эта очень лаконично и стильно выглядит, на мой взгляд. В комплекте идет такой же минималистичный пульт с Bluetooth и микрофоном. И в общем сегодня, друзья, мы посмотрим вот на это устройство, протестируем его в работе, посмотрим на что способна эта приставочка. Но для полноценной работы такой приставки, естественно, нужен телевизор. В официальном магазине Toshiba на Алиэкспресс 23.11 стартует Черная Пятница. В связи с этим магазин предлагает огромные скидки, промокоды и купоны на телевизоры. Рекомендую присмотреться к 50-дюймовому 4K Ultra HD Smart TV Toshiba 50U5069. 23 ноября он будет стоить всего 20 999 рублей. Это очень приятная цена для такого телевизора. Если же хотите более компактную модель, то Toshiba 43L5069. Full HD Smart TV тоже отличный выбор за 16 999 рублей. Супер цены держатся на период распродажи с 23 по 30 ноября. Добавляйте телевизоры в корзину уже сейчас, пока они еще есть в наличии. Ссылки на эти модели будут в описании. Toshiba это всем известный бренд, поэтому в качестве продукции можно быть уверенным. Это сертифицированная продукция плюс быстрая доставка по всей России. Также есть гарантия и сервисное обслуживание. Но вернемся к нашей приставке. Приставка бесспорно очень симпатично смотрится. На ней нету тут никаких лишних надписей. Нет вообще ничего лишнего. Это матовый белый такой прямоугольник. В комплектующих, как видите, тема белого цвета также продолжается. Тут и белый кабель HDMI, и блок питания тоже белый. Ну и пульт, естественно, тоже белый. На вот этот пульт вообще хочу обратить отдельно ваше внимание. Он сделан из такого же матового, приятного на ощупь пластика, что и приставка. Кнопки тут из бархатистой резины, и тут есть все необходимые клавиши для управления Android TV. Плюс имеются две кнопки для быстрого доступа к YouTube и Google Play. Вот, к примеру, аналогичный пульт от телевизора Xiaomi на Android TV. Как видите, они очень похожи. Естественно, пульт HiMedia имеет кнопку запуска Google Ассистента. И вот тут встроен микрофон для подачи голосовых команд. Кнопку Google Ассистента держать не нужно. Один раз нажали, отпустили и говорим. В общем, пульт очень годный, друзья. Естественно, никакая беспроводная мышка, никакой другой пульт для вот этой вот приставки не понадобится. Не только потому, что комплектный пульт хорош, но и потому, что приставка эта работает на Android TV. Хотя даже вот с таким вот пультом производитель в эту приставку добавил разъем для подключения инфракрасного приемника. Если вы вдруг ретроград и хотите использовать привычный ТВ-пульт, вот подключаем инфракрасный приемник в этот разъем. Также тут есть SPDF разъем. То есть есть задатки на аудио возможности, об этом чуть позже поговорим. И что мне понравилось, тут есть даже AV разъем. То есть с помощью вот такого переходника на тюльпаны мы можем подключить приставку к совсем древнему кинескопному телевизору. Ну и дальше все как у всех. Это HDMI, 100 мегабитный LAN и также есть механическая кнопка питания. Ну и с одного бока есть два USB. Они работают по технологии 2.0. Из особых программных фишек в этой приставке есть управление цифровыми правами, то бишь DRM защита. Для тех, кому важен просмотр Netflix, скажу, что нужной сертификации тут нет. Также тут нет автофреймрейта. Для большинства рядовых пользователей в принципе это мелочи, поэтому давайте подключим и посмотрим, что в этой приставке есть. А есть тут сертифицированный Android TV с привычным интерфейсом, без каких-либо лаунчеров и дополнений. Все элементы меню тут разбиты на строчки, которые называются каналами. Все это подлежит, естественно, редактированию под свой вкус. И первая несменная строчка выводится под избранные приложения. Я сюда уже скачал свой любимый топ приложений для Android TV. О них я рассказывал в отдельном одноименном видео. Остальные строчки, каналы напрямую зависят от установленных приложений. Это вывод карточек с рекомендациями видео YouTube, рекомендуемые фильмы в различных стриминговых онлайн кинотеатрах, ну и так далее. Сверху, естественно, привычно тут установлена поисковая строка с клавиатурой. Это вот такая вот цифровая клавиатура Gboard. И также тут есть микрофон для запуска Google Ассистента. В правом углу уже идут уведомления, доступ к настройкам и часы. О настройках сейчас поговорим, но отдельное внимание я хочу обратить на голосовой поиск. Нажимаем на пульте кнопку Google Ассистента и ищем нужный нам фильм. Робокоп. Как видите, поиск работает отлично. Это бесшовный поиск, то есть система способна искать ваш запрос сразу во всех установленных приложениях. Ну и предлагать вам, во-первых, посмотреть это кино в доступных онлайн кинотеатрах установленных. Ну а также ниже выводит полезную информацию о фильме об актерах, также показывает похожие фильмы. Короче, поиск этот крутой, друзья. Вот этим вот Android TV многим нравится. Во-первых, система полностью подбита под удобное управление с пульта. Во-вторых, есть бесшовный поиск. Погнали дальше. По настройкам не буду тратить ваше время на всем знакомые настройки Android. Поговорим именно об особых настройках этой приставки. Во-первых, в настройках дисплея у нас есть возможность изменить размер шрифта. Это будет крайне полезно, если, например, ваш телевизор стоит далеко. Также отсюда сразу можно настроить разрешение картинки. Если ваш телек поддерживает 4К, тут будет выбор 4К. У меня телевизор не с 4К, поэтому стоит разрешение по умолчанию. Плюс в настройках экрана можно настроить цветокоррекцию картинки. Это и насыщенность цвета, и контраст, и яркость. А вот в разделе Advanced Options можно включить HDCP для работы с зашифрованными видео. Также есть и HDMI ЦИК, очень полезная фишка для унификации пульта приставки с телевизором. То есть мы выключаем приставку, выключается телевизор. Включаем приставку, включается телевизор. Ну и наоборот. Не все разделы настроек тут, к сожалению, переведены на русский язык. Но в целом приставка имеет хороший русский перевод, и я думаю, вопросов никаких не возникнет. Также, друзья, что интересно, я лазил на Алиэкспресс, смотрел варианты комплектации. У всех продавцов вот эта вот приставка идет на 2 гига оперативной и 8 гигов встроенной памяти. Для нужд Android TV этого, в принципе, с головой. То есть 8 гигов программами вы вряд ли забьете. И точно такая же комплектация по памяти идет и на популярном Xiaomi Mi Box S. На Mi TV Stick вообще 1.8, на моем телевизоре, вот этом Xiaomi, вообще 1.2. И при этом Android TV работает шустро. SD-карты памяти, даже если захочется, в этой приставке расширить память не получится. Но, повторюсь, нужды в этом не возникнет, в случае чего можно подключить либо флешку, либо жесткий диск с файлами. А так, в целом, на Алиэкспресс вообще не очень много TV-боксов на сертифицированном Android TV. В основном это Xiaomi-шные боксы. Поэтому выбор невелик, либо Xiaomi, либо HiMedia. Тоже очень известная, хорошая фирма. Если говорить про железо, то работает этот HiMedia на центральном процессоре Cortex-A53. Это четырехъядерный бюджетный проц с максимальной частотой 1600. За графику же тот отвечает Mali-450MP. Если вот такая вот конфигурация прям сильно не устраивает, можно, конечно, взять любой популярный TV-бокс, например, тот же Toks-1, и прошить его на ATV. Как это сделать, я рассказывал в предыдущих роликах. Но, естественно, это будет не сертифицированная прошивка, и вы лишитесь доступа к некоторым сертификатам. Что касается производительности вот этой приставки HiMedia S500 по версии синтетических тестов. Друзья, мне не удалось тут по непонятным причинам запустить Antutu. Во-первых, он вот так вот разворачивает экран, плюс установка 3D-теста не идет, он просто не скачивается. Хотел проверить игровые возможности в 3D-марке, тут тоже проверить, к сожалению, ничего не удалось, так как ни один из тестов не совместим с этим устройством. Но даже без вот этих вот тестов я могу сказать точно, что с такой конфигурацией много баллов приставка не наберет. Такую приставку вряд ли кто-то будет покупать для игр. Она четко заточена под работу с видео. Если говорить о просмотре онлайн-видосов, то, к примеру, с YouTube ролики она тянет отлично. Вот, к примеру, Costa Rica 4K. Ну, так все быстро запускается. Смотрим разрешение 4K. Как видите, работает все довольно быстро. Также можно перемотать. Идет загрузка. Все нормально запускается. То есть скорость работы, в принципе, зависит от пропускной способности роутера. Ну и также, если скорость интернета позволяет, то приставка без проблем воспроизводит 4K онлайн. Также приставка прекрасно справляется в работе с онлайн-кинотеатрами. Тут можно спокойно тоже что-нибудь запустить, посмотреть любой фильм. И, в общем-то, имеется поддержка воспроизведения в 4K. Об этом нам сообщает производитель на коробке. Также можно запустить онлайн-ТВ, к примеру, через какой-нибудь IP-ТВ-плеер, через плейлисты, ну или через специальные приложения с онлайн-ТВ. Вот, ТВ-каналы. Запускаем, к примеру, первый канал. Все работает без заиканий, быстро и четко. И, в принципе, рядовому пользователю всех вот этих возможностей будет с головой. Если же говорить о более искушенных запросах, то можно также смотреть и торренты онлайн, но для этого понадобится быстрый интернет. С ориентацией некоторых приложений приставка дружить не хочет. Вот я скачал спид-тест, и он показывается в таком формате. Давайте я сделаю вот так, чтобы вы не ломали шею. Смотрите, друзья. Скорость соединения от 2.4 ГГц роутера 100 Мбитного. Приставка показывает, в принципе, отличные результаты. 41 на скачивание, 68 на загрузку. Если же вы соберетесь смотреть онлайн-видосы, то, на мой взгляд, приставка для стриминговых сервисов подходит отлично. Скорость интернета прекрасная. А если вы соберете смотреть оффлайн-видосы, например, с жесткого диска, то будьте готовы, что слишком тяжелые фильмы, свыше 100 ГБ, приставка вряд ли потянет из-за USB версии 2.0. В остальном претензий никаких нет. Видосы среднего размера запускаются отлично через USB без тормозов. А вот пиратские копии с Blu-ray дисков тут проигрываться, к сожалению, не будут ввиду наличия сертификации Google. В итоге, ребята, приставка получается очень привлекательной, если рассматривать ее с точки зрения просмотра онлайн-фильмов в стриминговых сервисах. Круто, что тут установлен Android TV. В комплекте идет очень удобный пульт с микрофоном. Сама приставка выглядит очень солидно и работает без каких-либо нареканий. Да, она не поддерживает автофреймрейт, тем не менее поддерживает работу с 4К. Ну и с Chromecast и имеет очень хороший Wi-Fi модуль. Для проигрывания 4К онлайн-видео это то, что надо. Сейчас на Алиэкспресс начинается Черная Пятница. Вот это вот и другие приставки можно будет купить по приятной цене. Я ссылку на проверенного продавца оставлю в описании под видео. Ну и также оставлю ссылки на топ приставок с Android TV и с голым Android. В общем, друзья, все интересные ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал, если хотите. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч!